Нелли представитель одной из самых редких в наше время профессий. Она художник-мозаичист. Имея большой опыт работы, мастер такого уровня может изготовить мозаичное панно для любого интерьера. По мнению мастера, лучшим материалом для работы художника по-прежнему является смальта, сваренная еще в эпоху социализма. Любая картина из смальты будет по-своему уникальна и неповторима. Каждый этап в техпроцессе изготовления только ручная работа. На один квадратный метр панно уходит порядка 15 килограмм смальты разных оттенков. Пока еще есть остатки советской, которые очень красивые по фактуре. Она матовая, она иногда бывает неоднородно окрашенная в каждом куске. И она, у нее большая палитра цветовая. Она очень красивая. Она мне лично, она больше всего нравится, потому что она похожа на камень. Самая сложная часть панно – это лица и руки. По большому счету, эту работу можно назвать ювелирной. У меня есть напиленный, наколотый материал. Дальше я его колю так уже, как мне нужно. Той длины, высоты, ширины. И каждый камень я должна сделать под себя, для того, чтобы он стоял, не падал. Чтобы они все были примерно одинаковой высоты, для того, чтобы их потом можно было легко смонтировать. Я пользуюсь для этого такими роликовыми клещами. Масштабные панно художник создает из больших кусков, которые после составления всех фрагментов и затирки монтируются. И потом начинается монтаж. Ну, монтаж, который мы готовим для монтажа на стену, для окончательного монтажа. Куски, которые я разрезаю уже на полу, мы заклеиваем бумагой на желатин. Вот, это видно. Вот она пока еще получается вот так. Здесь пленка, здесь бумага, которая держит и не дает этим кускам рассыпаться. Все это переворачивается и затирается на двухкомпонентный клей. И выглядит вот так. Кусок становится твердым, как деревяшка. Но он достаточно, конечно, хрупкий. То есть его можно переломить посередине, если его кидать. Но если с ним обращаться аккуратно, то ничего с ним не произойдет. Известно, что картинами из смальты украшали храмы и дома в развитых государствах еще задолго до того, как Древний Рим и Греция прославили подвиги своих героев в кусочках цветного стекла. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости 24, Муром.